Вчера вечером мы тут разбили две палатки, но в 3 часа ночи был такой араган, что в 3.30 уже невозможно было удерживать палатку. Пришлось их срочно разбирать. Одну убрали в багажник, а вторую мы не смогли собрать, потому что на таком ветру ее невозможно просто собрать физически. И убрали ее под машину. Сломалось, точно сломалось две дуги, две секции дуги. И теперь, по сути, мы с одной палаткой без дуг и с одной палаткой без дверей, которая не закрывается. Эксперимент. Взяли морской воды, чтобы сварить яички. Яички? Кашка. Кашка у нас тут, овсяночка набухает. Ее есть кашка в процессе. Тебе что еще тут делаешь? Ну, сейчас я и куснутого. Супер. Стофа? Какао у вас. Уже пролили на сколы. Вот это? Вот это? Да. Какао? Какао, какао. Нет. Ой, спалось. На самом деле, досыпали в машине, Антон, наверное, рассказал. Ты что? Вроде сейчас распогодилось, солнце вышло, а ветра вот дуют вообще невозможно. Делаем завтрак, вот, и помчим дальше. Ну, у меня такое настроение не очень, и вот, не знаю, плохо свалось. Приснилось, что мы с папой разбились на машине, от этого и проснулось. Как настроение, мальчишки? Супер. Супер. Круто. Здравия. Я бы назвал так, трэш. Сметала нас. Тушки по сто килограмм, по центнеру переворачивала в палатчик. В частности, мою с Гешей. Геша себя повел достойно. Типичнейший представитель мексиканских ацтеков. Порода тичичи. Геша наш чихуагеша повел себя достойно вообще любого пса. Завтра? Да. Ну что, ночью голые тела носились. Но не боялся. Голые тела пытались удержать палатки, которая сдувала, как парус в бурю. Да, и ночью голый купался. Я уже в море купался пять раз. Хотя мы только приехали. Горочек вот накладываем. Маш, будешь горошек? Да. Как нет? Я бы тогда не ел. Вкусно? Вкусно. Аккуратно. Слушай, я на природе рассчитаю, да? Обалденно. Короче, расщепила дуги. Одна, к сожалению, вообще в основании. Не знаю, что с ней делать. Это первая дуга. Первая секция. Потом ноль, ноль. Ноль. И еще одна расщепленная дуга. И это печально. Короче, минус две дуги. Так, это нормально полностью. Это нормально полностью. Это нормально полностью. Это нормально полностью. А вот сюда все везем. Ну, в принципе, одну мы можем точно поменять. Еще одну. Придется, наверное, покупать. Хорошо. Что-то пособегает. Ставили яйца. В морской воде. Сейчас они охлаждаются в морской воде. Снимаем водичку. Маша может скусти яички. Как ты сегодня офигел? Я сегодня охерил. Я такого сильного ветра никогда живем не видел. Когда мы уже все решили выходить из палатки, палатку сносило к херам. Но вторую палатку уже перевернуло. И ее нужно было срочно разбирать. И чтобы нашу не перевернуло, я одной ногой держал палатку, а нашу другую рукой держал и разбирал другую палатку, соседнюю. Тем временем мне в спину дул этот ураган. И песок с пляжа превращался в пули. И меня просто расстреливало спину. И я ничего не мог бы поделать. Было стремно, но зато воспоминания к нам из-за коровы. Смотри, Маша. Ничего себе такое сладкое. Смотри. Привет, гости. Сладкая. Ты такая хорошая девушка. Здравствуйте. А посмотри, ее пасет кто-нибудь их или они сами ходят? Есть кто пасет? Нет. Вот твои подруги стоят. Смотри, какие красотки. А ты самая смелая. Да? Ты у меня красотка. Ты у меня не будешь гадать-то? Мама. Мама. Как? Ты ее погладь. Она гладить захочет? Погладь. Она меня лижет. Я ниже. Ребята, меня лижет корова. Она потрясающе милая. Только не бодни, ладно? С ногами. Я вот смотрю на ее рога. Они не досошли. Как у нас говорили в деревне, чтоб не забрухало. У меня только что полизала корова. Маленькая. И это так странно. Это, наверное, на удачу. Странно, что она хлеб не стала. Хлеб не стала кушать. Но я так трухнула немножко. Рога у нее хоть и небольшие, но внушительные. Но я надеюсь, что когда корова лижет, это на удачу. Девочка. Девочка. Я хоть и люблю этих животных, но... Общительная, общительная девочка. Добрый вечер, госпожа. Я, конечно, не суперспец, но мне кажется, это как раз не теле есть, Маша. Какие? Смотри, сисечки какие маленькие. Я не знаю, но такой хороший и слабый. Не восприми как оскорбление, но рога у тебя внушительные. Но ты достаточно симпатичная. Тут не поскорь. Ты теленок. Ты вроде, наверное, теленок. Сисян, как на малюте. Как меня. Вот оно, стадо. Вот пасется у него стадо. Ребят. Ребят. Только что с пробежки вернулась, но, конечно, это очень тяжело. Духать там, наверное, уже 30-30 по полудню. Вот, лежала сначала вдоль дороги, ничего было, так более-менее, ну, жарко, ну, можно. Обратно решила по пляжу тяжело, через песок, через камни, еще и дышать тяжело, воздух прям стоит плотником. Плюс на меня там на пляже вскочила какая-то хозяйская овчарка, очень я перепугалась, перекрухала. Они такие, извините, извините, девушка, я такая, ничего страшного, у нас такой же, там раз-два меньше. Решила, что все-таки побегу по дороге, потому что тут коровки пасутся везде, там мало ли что, они поглядывают на меня, как на эту, как на дурочку. Вот, ну, кстати, прикольно, чувствуешь, что ты практически в Майами, но не в Майами. Вот, достаточно чистый пляж, запыхалась, наверное, сгорела, но, ребята, это, это кайф. Десятку не сделала, сделала восьмеру, звучат, восемь километров. Десятку не сделала, сделала восьмеру, звучит, восемь километров. Десятку не сделала, сделала восьмеру, звучит, восемь километров. Кричит, удается сейчас. Спасибо большое. Спасибо. 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 Папа. Молодец. Антон. Антон. Смелый. А вот сейчас будет страшно. Потому что иду я. У себя начинается стрём. Я высоты боюсь. Я пущусь. Я пушусь. Я щас знаю, что это не будет.